Всем привет! С вами доктор Влад. Сегодня второй раз. Первый раз я рассказал про Чикагский ботанический сад. А потом мы в комментариях там поговорили с одним комментатором, с одним посетителем. Вот его интересует, как сдавать экзамен на водительские права в Америке. Вот. Ну, я его послал на свой сайт. Там у меня есть и как письменный сдавать экзамен, и как экзамен на вождение, и то, и другое. Ну, я решил рассказать еще вдобавок до кучи, потому что кто-то не любит читать, кто-то любит смотреть. Вот. И, в общем, я начну я с того, как сдается экзамен на водительские права. Такой устный, да. Ну, сколько-то там платится, я сейчас не помню. Вот. И потом скачивается с интернета книжка, она совершенно свободно лежит в доступе. Вот. Вот я сдавал в 2012 году, и называлась она 2012 Ренойс Rules of the Road. Вот. Ну, соответственно, если вы живете в другом штате, и в другое время, то качайте 2017, такой-то штат там, допустим, Кентакки, да, и тоже Rules of the Road, правил дорожного движения. Вот. Изучайте эту книжку, и идете сдавать сначала вот устный экзамен. Как это делается? Да, очень просто. Там стоят компьютеры, подходишь к этому компьютеру, садишься, тебе, значит, дается какое-то определенное время, там очень много времени дается. Вот. И, значит, тебе вопросы выскативают, и ты выбираешь multiple choice, так называемый, какой ответ? Первый, второй, третий. Ну, то же самое, что и в России, собственно говоря. Вот. Допускается какой-то процент ошибки, я сейчас не помню какой, но прикиньте, я... Ну, не так я хорошо тогда знал язык, вот, и никогда в жизни я не сдавал на водительские права, у меня не было машины. Вот. Но сдал я с первого раза, и причем беспроблемно. Вот. Причем там даже так, вот, можно на компьютере нажать там кнопочку, да, мышкой, вот, и все то же самое на слух, то есть все вопросы зачитываются, да. То есть, если вы не очень разбираетесь, а в письменной речи, то на слух поймете, или наоборот. Вот. Ну, если уж совсем не знаете, ну, тыкайте, куда придется. Вот. Потому что, я говорю, там не обязательно все сто процентов сдать, и все. Вот. Я сдал с первого раза, и хорошо у меня все получилось, и пошел я на экзамен на вождение, да. Но вот там у меня было сложнее. Это я пока закрою. Вообще, я ссылки поставлю, можете почитать так. Как я сдавал в США экзамены в вождении? Браверс Лайсенс. Ну, в общем-то, вот, смотрите, я у меня опыта нет, опыт нулевой, да, в вождении автомобиля. Ну, вот, перед этим я какое-то время сначала мы на школьных парковках тренировались, да. Меня жена учила, у нее уже права были. Вот. Школьная парковка, она, во-первых, она огромная, во-вторых, она по субботам и воскресеньям пустая совершенно, там никого нет. Ну, и давай разруливай потихонечку. Вот. Потом, значит, я, жена справа, я сажусь за руль. Катались по дорогам. Я не помню сколько. Ей-богу, давно это было. Вот. И, в общем-то, ну, конечно, ну, не было у меня до этого опыта. Ну, пошел я сдавать, сел. Первый раз я не сдал. Я сейчас расскажу, почему я не сдал. Значит, да, вот я еще что-то должен заметить. Вот, сдают все в одном месте, да, каждый день. И вот я рекомендую тем, кто будет сдавать, заехать туда перед этим, там, за день, за два, да, и посмотреть, потому что у них путь один и тот же. Вот. Они всех везут в одно и то же место. То есть, сначала по дороге, потом заезжаешь в близлежащую деревеньку, и там уже все это показываешь, ну, пока машин особо нет, и скорость маленькая, да. Вот. Значит, сажусь я за машину. Ну, он, во-первых, ходит этот вот экзаменатор вокруг, смотрит, ну, все ли в порядке, там, просит там побибикать, просит переключательских этих самых поворотников, да, ну, чтобы все горело, нажать на тормоз, чтобы сзади все горело. Это понятно, это не сложно, это еще не вождение, да. Вот. Я вот тут в сайте, на своем сайте пишу, что очень важно изучать вождение задом, да, потому что, не знаю, как-то обычно все передом ездят, да. Вот. А на экзамене обязательно спросят вождение задом, да, даже парковаться там или что-то еще. Это очень важно, это очень нужно, да. Вот. Ну, тут я на сайте рассказываю про наши машины еще. Значит, я сдавал на Kia Sport, еще такая машина, моя первая машина, да, Sportiago старенькая. Вот. Ну, ничего, так нормально все. И, в общем, вот, ну, что, мы поехали. Ну, когда едешь, ну, конечно, нужно нажимать на все эти переключатели. Я имею в виду, вот, вправо повернул, обязательно правый поворотник, влево повернул, левый поворотник. Все, все вот это вот обязательно перестраиваешься там и так далее. За этим они следят в оба глаза. Вот. С места трогаешься, чтобы посмотрел, значит, в зеркало заднего вида или с левой стороны, или наверху там, ну, вот, я и туда, и туда смотрел. Так, что тут? Ну, все вот эти вот нужно выполнять. Ну, кто, я кому рассказываю, тем, кто первый раз садится за руль. Потому что, если вы в России, где-то там, не знаю, в Белоруссии, вот, машину водили, вам это вообще, ну, без всяких проблем. Там, ну, конечно, вот эти rules of the road, конечно, нужно почитать, потому что, ну, здесь какие-то мелочи, значит, которые, ну, допустим, я не знаю, в России это ввели или нет, но здесь можно поворачивать направо на красный свет, если слева те машины, значит, не беспокоят, если там никого нет, если красный свет, направо можно поворачивать. Причем, конечно, сначала остановиться, как будто знак стоп стоит и все. Вот, на стопе. Обязательно вот остановиться до полной. Вот, голова кивнула, остановился. Потому что, если просто обозначил, а потом поехал, да? Вот меня на этом-то и зарезали в первый раз, что нужно останавливать нормально машину, то есть до конца, чтобы она остановилась. Вот, еще вот парковаться просят на пригорке, да? Там вот, куда колеса выворачивают. Это тоже, это в российских правилах должно быть все. Я российский тогда тоже посмотрел. Вот, а потом мне подсказали, что ты по-расистям, что ты голову забиваешь, вот возьми американский и читай. Вот, и что, что, что еще тут? Что еще? Да ну все. В принципе-то. В принципе-то все. И я первый раз я не сдал. Ну вот он там, еще какие-то ошибки насчитал. Это самое главное, что на стоп я не останавливался. Полностью, да? Вот, ну и что, я пошел давать на следующий день. Вот без проблем и на второй день я сдал вообще там с криками «Ура!». Потому что знал, куда ехать, знал чего, как и все. И это тоже три раза там, по-моему, бесплатно. Ну тогда было вот пять лет назад, да. А потом, а потом что-то платишь какие-то деньги. А первый раз бесплатно сдаешь. Конечно, перед этим учиться нигде не надо. Вот я слышал, в России нужно где-то учиться сначала на каких-то курсах. Ну, кто-то может попросить, допустим, ну, хорошего водителя, чтобы он его погонял, там потренировал, там и так далее. Вот где-то там на дорогах, да. Вот, ну и все. А специально идти в какую-то школу, нет, здесь в Америке это не нужно. Да, я, знаете, еще не сказал. Ну вот я, насколько я помню, в России там медицинская комиссия сложная, да. Здесь нет медицинской комиссии, просто вот никакой нет. Единственное, что вот тебя, значит, там, когда вот документы оформляют, та же тетя, которая документы тебе оформляет перед сдачей экзаменов, да. По-моему, даже еще вот перед тем, как на письменный сдаешь экзамен. Кстати, письменный можно сдавать не только на компьютер, но и на бумажки. Вот узнайте, где это, если вы с компьютером не очень, можно бумажки сдавать. Так вот, перед сдачей этого экзамена, там вот тетя, которая оформляет все твои документы, да, вот она просит там такая баночка железная, вот туда голову засовываешь, там загорается. Она зажигает лампочки красный-зеленый, значит, чтобы ты сказал, это, грин, да, чтобы, ну, вообще-то в цветах разбираешься или нет. Вот, и с какой стороны она загорелась, слева и справа, вот и все. Это, и вот, я менял совсем недавно водительское удостоверение, да, так там, значит, меня еще, там эти буквы выскочили, да, вот мне нужно было в каком ряду там буквы, ну, мне все нормально. Вот, у меня очки только для чтения, а так я вдали очень хорошо вижу. Ну, вот и все, ну, задавайте вопросы, если что, сдаешь на своей машине, вот, ну, что еще. Жду ваших вопросов. До свидания, с вами был доктор Влад.